Европейский союз намерен продолжить сотрудничество с Украиной в сфере реформ. Как пишет портал РБК Украина, об этом интервью журналистам рассказала руководитель офиса гендиректора программ Европейского совета Верена Тейлор. Она рассказала о проектах, которые войдут в новый план действий Евросовета для Украины. В частности, будет продолжено реформирование органов Генпрокуратуры, судебной системы и механизмов обеспечения выполнения решений Европейского суда по правам человека. Также планируется заложить основы системы бесплатной правовой помощи. При этом в центре внимания европейских партнеров, по словам Тейлор, останется децентрализация и реформа избирательного законодательства. Напомню ранее, в Совете Европы раскритиковали поправки к украинскому закону о предупреждении коррупции в части обязательного дедекларирования для общественных активистов. В настоящий момент нет условий для ослабления режима санкций против России со стороны ЕС. Как сообщает Радио Свобода, об этом во время встречи с Петром Порошенко в Харькове заявила президент Литвы далее Грибаускайте. По ее словам, с точки зрения НАТО, ЕС и ОБСЕ ситуация на восточных границах усугубляется, так как Россия и ее марионетки на Донбассе продолжают вести себя агрессивно. Грибаускайте подчеркнула, что у сторон нет другого варианта урегулировать ситуацию на востоке Украины, кроме как выполнять договоренности, достигнутые в рамках нормандского формата. При этом литовский лидер не исключила, что он может быть изменен или расширен. Напомню, по данным мониторинговой миссии ОБСЕ, за одну неделю на Донбассе было зафиксировано более 6 тысяч случаев нарушения минских договоренностей. Президент Петр Порошенко считает преждевременным обсуждение подачи заявки на вступление Украины в НАТО. Как пишет Интерфакс Украина, президент обещает подписать закон о возобновлении украинского курса на членство в Альянсе, поскольку эта инициатива была с ним согласована. Однако перед этим необходимо завершить начатые реформы. В частности, по словам президента, это касается тех реформ, которые приведут Украину в соответствие натовским стандартам. Напомню, недавно Верховная Рада объявила курс Украины на вступление в НАТО одним из центральных приоритетов государства. В Одессе открыли областной сервисный центр МВД. Как пишет Думская.нет, в торжественной церемонии принял участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а также руководители города и области. Открывая центр, министр подчеркнул, что отныне регистрация автомобиля займет не более двух часов, и для этого не нужны будут дополнительные финансовые траты. Областной сервисный центр МВД, расположенный на Киевском шоссе 27А, уже 19-й в стране, а до конца года, по словам Арсена Авакова, их станет 50. Напомню, 9 июня в Одесской области находится с визитом глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok